Третий этап конкурса «Лучшая смена года воспитателей дошкольного образования» состоялся в Кобринском детском доме в конце мая. Согласно положению, на данной ступени турнира его участники, команды воспитателей, должны представить на суд жюри варианты детских развлечений. По страницам сказки «Зайкина избушка» именно такое название получила конкурсная работа одной из трех смен. Помочь главному герою «Зайцу» вновь обрести жилплощадь старались и сами воспитатели, и их подопечные. По словам конкурсантов, подготовка к творческому турниру оказалась делом, пусть и не всегда простым, но тем не менее очень интересным и полезным. На протяжении года мы изучали роли, и не только эту сказку. Очень много сказок, которые по программе у нас проводятся, проводили мы, а уже в конце года это уже результат нашей работы. Игра – это основной вид деятельности детей. У нас все занятия, все развлечения проходят в игровой форме. И вот это вот развлечение – это итог всей годовой работы. У нас в детском доме столько проходит праздников, столько развлечений. Мы приглашаем шефов, друзей наших. На праздниках всегда очень много гостей. Идет большая предварительная подготовка, стихи учим, песни разучиваем. Детям нравится это очень. Благодаря конкурсу ребята смогли побывать не только в сказке. Воспитатели организовали для них игровое путешествие в лес, а также прогулки по волшебному саду. Все три проекта были высоко оценены членами жюри и удостоены по итогам конкурсного дня высшего балла. Тот уровень детей, которых мы сегодня увидели, он заслуживает уважения к педагогам, которые здесь работают. Потому что они не просто педагоги, они работали здесь как мама, даже может быть где-то. Потому что они понимают, что кроме них никто не сделает этой работы. У них нет дома мамы, бабушки, дедушки, которые могут помочь, рассказать и объяснить каждому ребенку. Здесь каждому ребенку относятся как к своему родному. К слову, площадки, где происходили сказочные действия – дело рук самих воспитателей и спонсоров. Благодаря помощи людей неравнодушных у детского дома появились три ярких уголка для отдыха, которые ребята будут проводить с пользой, изучая, к примеру, фауну белорусских лесов или название садовых деревьев. Мне очень понравилось, когда педагоги одной группы сказали, вы знаете, Наталья Александровна, нас так сплотил этот конкурс, для меня это просто бальзам на душу, скажу. Никто не пришел пожаловаться, что нам трудно или тяжело или вне работы, потому что девочки такую работу грандиозную провели, столько они вне работы ходили, кто доски искал, кто краску искал, кто красил, кто кирпичи носил, кто плитки, дорожки выкладывал. Но они пришли и поблагодарили, сказали, Наталья Конкурс платил очень сильно. Это для меня большая награда. Сладкую точку третьего конкурсного этапа поставил шоколадный фонтан. Он сделал и без того насыщенный яркими эмоциями день по-настоящему незабываемым. Мальчики и девочки улыбались, а это главный и самый точный показатель того, что все задуманное удалось воплотить в реальность. Создать настоящий праздник для тех, кому его так не хватает, в такой еще короткой, но уже до краев наполненной испытаниями жизни получилось. Мне понравилось больше всего этот день, а больше всего мне понравилось в сказке побывать. Я сегодня запомнилась, как я играл в цветочки, в роли. Мне нравится новая площадка, потому что там новые дорожки. А ты любишь участвовать во всяких таких творческих мероприятиях? Ну да. Что тебе нравится? Почему любишь? Ну, то, что меня берут. Вообще, во все сказки, во все праздники. Меня всегда берут, я всегда участвую. А сегодня в сценке ты какую роль играл? Какой-то у тебя стишок был или что? Ну, я играл в муравья и в стишок. А стишок можешь рассказать нам? Помнишь его? Да. И пожалуйста, скажу я, если что-то попрошу, или вдруг меня попрошат, я, конечно, разрешу. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.